Приветствую вас, мои дорогие друзья! Снова с вами Евгения Таруев, сайт magexpert.org Неизменно, как обычно, как всегда. И опять мы будем талдычить с вами и изучать китайскую грамоту. Будем учить иероглифы. Ну ладно, ладно, расслабьтесь. Изучать мы будем с вами китайскую астрологию. Ба-дзы будем смотреть. Так вот, дело было как? Сегодня мне ютубчик нагло предложил посмотреть настойчиво видосик на канале Психиатра. Как вам начало? Да-да, Психиатра Василия Шурова. А видосик был о Канье Весте и его биполярном расстройстве. Я, конечно, наслышана о Канье Весте, о его всяких разных выходках, хотя с творчеством его вообще не была знакома. То есть я до сих пор не слышала ни одной его песни, ни одного его трека. Но, тем не менее, личность-то эпатажная, заметная, такая куражистая. Мне такие люди нравятся. К тому же диагноз у него такой модный. Биполярное расстройство. Думаю, не-не-не, обязательно надо посмотреть. И посмотрела. И вы знаете, честно говоря, прям была удивлена о том, какой крутой этот Канье Вест оказывается. А тут ютубчик предложил мне ещё какое-то видео об этом чудесном человеке посмотреть. Я посмотрела, ещё больше прифигела. Потом ещё одно видео. Я ещё больше прифигела. Я думаю, так, базара нет. Смотрим его карту Бадзы. Не будем смотреть его клипы и слушать его музыку. Мы посмотрим его карту Бадзы. В общем, кому что. И вот когда я открыла его карту, вот я ни капли не удивилась. Вот честно. Я вот именно этого и ожидала. Ну вот как могло быть иначе? Вот только гляньте на это. Тут же сплошной огонь. Прям огнище. Ну не считая вот этой там скромной обезьянки, которая где-то там пристроилась. Прям вообще очень-очень глубоко во дворце здоровья и брака. А так в основном это же один сплошной огонь. Кстати, 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 мои дорогие, слушайте. А мы же с вами уже смотрели одного биполярника. Полярника, вы поняли, да? Помните, мы рассматривали карту Бадзы корейского певца? Правильнее, наверное, сказать артиста, потому что он сам пишет музыку, сам пишет тексты, сам снимает. В общем, сам веселится, сам смеется. Так вот, DPR-Ian. Помните, помните демон красной красоты? Ой, красавчик вообще, обожаю его. И вот глянула я на обе эти карты на предмет того, есть ли там какие-то общие исходные моменты. Ну вот, что могло бы в карте Бадзы намекать на биполярное расстройство? Из общего, да, вот что совпадает? Я заметила, что и там, и там есть обезьяна, и есть лошадь, стоящие рядом. И братство с господином дня, стоящие рядом. Ну, может быть, может быть, это действительно как-то связано с биполярочкой. Будем посмотреть, нам двух человек маловато будет для того, чтобы делать какие-то выводы далеко идущие. Если знаете каких-то знаменитостей, да, вот таких вот ярких каких-то деятелей с этим диагнозом, пишите в комментариях, посмотрим их карты. Мне самой очень-очень интересно. Но давайте займёмся картой Каньи, Каньи Веста. И что мы видим в качестве господина дня? Янский огонь. И я уже вам объясняла разницу между инским огнём и янским. Насколько они вообще отличаются друг от друга категорически. Потому что инский огонь, он нуждается в поддержке. Он очень тревожный внутри, слабый. И ему нужна внешняя поддержка. Да, вот какая-то похвала. Они очень боятся критики. Им нужен какой-то допинг. А вот янскому огню никакого допинга не надо. Он сам как допинг. Он не нуждается в любви, как я говорю. Он вас сам залюбит до смерти. Потому что этот огонь, как солнце, от которого никуда не спрячешься. Или как пожар, от которого тоже не скрыться. И вот этот янский огонь. Кстати говоря, именно этот, господин дня, у нас самый маниакальный. Я слышала в ютюбе разные мнения, что там в основном на воду грешат. Нет, 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 мои дорогие. Тут важна именно статистика. Я когда-то сделала вот что. Я сделала табличку Excel с 60 столпами. То есть взяла вот эти наши 60 зяцзы. И собрала карты маньяков. Да. И выяснила, какой столб чаще всего встречается в этих картах. Чисто вот, ну, статистически. И знаете, какой это столб оказался? Янский огонь на собаке. Бин сюй. Это вот еще те маньяки. Ну, у нас здесь не сюй, у нас здесь шень. Но, тем не менее, что-то маниакальное, конечно же, в Канье Уэсте есть. Ну, учитывая его диагноз, конечно же, да. Причем, как утверждает сам Канье, у него не бывает низких фаз депрессивных. А только вот маниакальные разной степени. И я ему охотно верю, что так оно и есть. Учитывая то, сколько огня в его карте собралось. И вот этот огонь прям бушует, бушует. И вот он немножечко прикрутит, чуть ток, да, и он становится более слабый. То выкрутят на полную катушку. И прям этот огонь настолько сильный, настолько мощный, что сжигает все вокруг беспощадно. Я тут еще, кстати говоря, увидела, что в последних перформансах, которые он делал, там на сцене стоит дом. И в конце концерта он этот дом сжигает и делает самоподжог. Это просто... Нет слов. То, что это обезбашенный чувак, ну вот нет никаких сомнений. Я думаю, что ни один в здравом уме человек на такое бы не пошел. Ни за какие ковришки. А этот такой, шо, сжечь себя на сцене. Несите зажигалку. Сейчас отожгем. Так, ну давайте вернемся все ж таки к господину дня и столпу дня рождения. И будем двигаться по порядку. Что мы здесь наблюдаем? Кроме нашего бина и янского огня. А мы видим здесь вот эту самую обезьянку. Шень. Причем с фазой болезни. То есть, да, мы сразу понимаем, что имеем дело с больным человеком. Наверняка и справка есть. Но давайте вот немножечко глубже копнем вот этот иеруклиф Шень. Что он из себя представляет сам по себе. Вот сколько мы с вами рассматривали всяких разных артистов, работников сцены, как я их называю. То есть певцы в основной своей массе и танцоры. У них, у большого их количества, скажем правильно, есть вот эта самая обезьяна. Что она дает? Не, ну кто-то может подумать, что обезьяна как обезьяна животное. Да, вот корчит рожи. Там, я не знаю, всех задирает вокруг и дурачится. Может быть. Может быть обезьяна и дает какой-то артистизм. Не без этого. Но перевод вот этого иеруклифа на русский язык вообще обозначает устойчивость к монотонии. Ну, если выражаться терминами. Если говорить проще, это вот когда человек может, как конвейер, да, вот повторять одно и то же, повторять одно и то же. Наша песня хороша, начиная с начала. Исполнять какие-то репертуары по 154 раза в разных городах по 3 концерта в день. И им как бы норм. Они от этого с ума не сходят. Им наоборот еще даже больше начинает нравиться то, что они там написали и натворили. То, что они там спели и станцевали. Если другой человек уже там, я не знаю, на пятом круге начнет психовать, то люди с обезьяной, ну, как бы норма жизни. Все, отлично, погнали снова и заново. Кроме этого, вот этот вот самый шень, иероглиф, он очень похож на иероглиф, обозначающий духа, призрака или демона какого-нибудь, да. С электричеством еще иной раз связывает этот иероглиф. Ну, так вот, если говорить проще, то обезьяна это как некая форма одержимости. И вот мы видим больной, одержимый маньяк. Как вам такое? Ну, мне кажется, вот, знаете, не в бровь, а в глаз мы тут с вами попали. Ну, хорошо, давайте глянем, а что там у нас в этом столпе за символические звездочки. А, хотя меня тут еще одна идея осенила вдруг внезапно. Раз вот человек может повторять что-то раз за разом, несколько раз и еще несколько раз, а этот шень стоит у него во дворце брака, то будет ли это означать, что человек многоженец? Ну, конечно, да, у человека будет привычка жениться. Ну, и мы знаем, да, что он был женат на Ким Кардашьян, и в 23-м году он еще женился... Честно говоря, забыла, как зовут эту девушку Бьянка, фамилию не помню. Не важно. Но я вам так скажу. Он, конечно, будет жениться и жениться, и совершенно будет делать это зря. Почему? Потому что у него в этом дворце стоит звезда банкротства. И это вот, знаете, из разряда вышла замуж за миллиардера, развелась с миллионером. Ну, вот так. А вот эта нынешняя супруга вышла замуж за миллионера, разведусь, ну, с нищим, наверное, да, который будет весь в долгах и шелках. Другими словами, когда этот мужчина будет вступать в брак официально, он будет запускать вот эту звезду банкротства. Будет терять бабки. Это не значит, что женщины виноваты. Женщины вообще может быть и ни при чем, хотя их карты тоже надо бы посмотреть отдельно, чтобы сделать какие-то выводы. Но здесь виновата именно вот эта программа, которая запускается определенным действием. Когда активируется этот дворец брака, включается эта звезда. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что помимо этой звезды банкротства здесь есть. А у нас здесь есть звезда академика. О, Канье Уэс далеко не дурак. Его интеллектуальные способности, дай боже, очень-очень хороши. Далеко не глупый человек. И способный учиться. Это, знаете ли, тоже талант. Учиться. Отличненько. Давайте посмотрим, что еще у него здесь есть. Купание. Купание – это вообще про привлекательность. Не только для противоположного пола, а вообще, в принципе, для людей. И Канье Уэс умеет привлекать к себе внимание. Да, он действительно чертовски привлекательный товарищ. Но вот это вот купание, знаете, на грани. Потому что купание еще связано очень тесно с сексуальностью. И вот здесь очень легко перегнуть палку с этой самой сексуальностью. Ну и то, что Канье Уэс в этом плане вытворяет, это тоже, знаете ли, еще тот скандиль. Одинокая планета. Но, знаете, даже если бы у него был целый гарем, он все равно бы чувствовал себя одиноким. Ну, потому что вот эта одинокая планета – это, знаете, ощущение одиночества вне зависимости от того, сколько вокруг тебя людей. Демон уничтожения. Ой, ну тоже звездочка, сами понимаете, какая. Кровавый клинок. Кровавый клинок тоже может давать и оперативные вмешательства, и какие-то ранения, ну и разрывы отношений. Раз уж мы говорим не только про здоровье, но и про брак в этом столбе, то кровавый клинок может давать разводы. Так, благородный лудный добродетель. Ну, такое себе пропустим. Он нам тут большой погоды не сделает. Похоронные двери. Ну, да, печальная эта звездочка. Неблагоприятная. Про звезду банкротства я сказала. Ну и, собственно говоря, все. Теперь давайте посмотрим, что творится в его дворце месяца. То есть в столбе месяца, в дворце работы. Потому что в основном, как я заметила, месяц за карьеру отвечает. Ну и здесь просто огонь. Братство на лошади, на фазе светильник императорский. То есть этот человек обречен быть знаменитым по роду своей деятельности. Вот за что бы он ни взялся, все будет гореть ярким пламенем. Ну, как в прямом, так и в переносном смысле слова. В общем, да, зажигать этот парень способен неслабо. При всем при этом лошадь дает конфликтность человеку. То есть он будет ссориться. По работе будет со всеми конфликтовать по страшной силе. Это будет еще тот перфекционист, скажу я вам. Которому нужно либо все, либо ничего. Братство, конечно, может здесь указывать на партнерские отношения. Там в бизнесе, в карьере, в общем, в его деятельности. Это в основном коллаборации. То есть коллаборации с различными брендами, коллаборации с какими-то рэперами, коллаборации, там даже брак с Кардашьяном, это тоже коллаборация своего рода. То есть этот человек ко всему, к чему не прикасается, все это делает огнем огнищем. По-другому и не скажешь. Так, ну давайте на звезды глянем, что у нас тут. Вознаграждение десяти небесных стволов. Ну, да, это звезда богатства. Но с другой стороны, со звездой банкротства. Да, да. Понимаем, как по шапке можно получить хорошенечко. Значит так, овечий нож. Тоже опасная звездочка. Хорошая для актеров, как мы знаем. Да, это такой волк в овечьей шкуре, который умеет прикидываться, играть на публику. Причем показывать не то, что он есть на самом деле. То есть человек может быть, допустим, действительно болен, как мы видим по его столпу дня, по фазе болезни. При этом он будет утверждать, что он не болен, а это просто у него образ такой, имидж. Он так придумал, он так задумал. Это вот его такой маркетинговый ход типа. То есть вот этот овечий нож, это вот такая игра. Ну и ходьба по лезвию ножа, конечно же, безусловно, тоже есть в этой звезде. Потери всевозможные, разрывы контрактов может означать овечий нож. То есть если овечий нож во дворце брака, то это развод. Если он во дворце карьеры, это вот увольнение, разрыв контрактов и так далее. Цветок романтики у него здесь также стоит. Ну опять же про привлекательность. То есть человек, в общем-то, может делать карьеру на основе своей вот этой вот актерской игры и вот привлекательность. Вот умеет он обаять, как-то очаровать, да, вот как-то прям влюбить в себя. Опять же здесь этот благородный лунный добродетель, и пропустим его небесную собаку, тоже пропустим злая звезда. Ну, в принципе, да, может давать вот такие приступы ярости периодически и конфликты. Ну, что мы, собственно говоря, на протяжении всей его жизни и наблюдаем. Далеко не спокойный мальчик. Так, звезда бедствий здесь у нас. Тоже плохая звездочка, которая может давать, ну, попадение во всякие разные очень неприятные ситуации, которые иногда могут заканчиваться летально. Звезда опасная. Вот эта звезда бедствий, она очень опасная. Одинокий лань. Опять же мы видим глубоко одинокого человека. Знаете, что мне напомнила эта карта? Я когда ее увидела, у меня сразу в глазах такой этот, боже мой, агент Смит из Матрицы, который вот начал там размножаться, как вирус. И такой, там есть у него такая прям мемная сцена, где он говорит me, me and me too. Я, я. И я тоже. Да. В общем, везде я, 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 я. И вот это прям такое мега-эго разрастается, что вот есть только я и никого вокруг. Тем более, вот сам янский огонь, это же как солнце, а солнце у нас одно-единственное в нашей галактике, и все вокруг него вертятся. Ну вот, 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 понимаете, да? Откуда ноги растут вот в этой его натуре с одной стороны очень одинокого волка, и с другой стороны очень эгоистичного человека и эгоцентричного. Так, ошибка инь-ян. Ну понятно, да, разводы будут, потому что он не очень понимает женщин, женщины не очень могут понять его, и на этой почве у них конфликты, конфликты, конфликты. Ну и в карьере тоже конфликты с женщинами обеспечены однозначно. Так, ну ему может быть проще с мужчинами какой-то общий язык находить, нежели с дамами. Теперь посмотрим на его год рождения. Опять же, мы видим огонь, только инский теперь, и это грабитель богатства. Ой, братство, грабитель богатства! И вообще в целом его структура карты это грабитель богатства. Вот неудивительно ни разу, что этот человек умудрился стать миллиардером, потому что ему всего мало, всегда недостаточно. Можно больше, можно круче, можно лучше. И у этого человека просто нет никакого стеклянного потолка, как возможно есть у других людей. он, ну, по большому счету, это можно назвать жадностью, да, то есть очень жадный. Ну, что-то наподобие все мне, все мое, я здесь вообще самый главный, и все на этой планете принадлежит мне. Да, надо отметить, что вот этот инский огонь, это же у нас красный рот, человек очень красноречивый, а поскольку власти в карте нет, то этот человек вообще не контролирует то, что он говорит, а говорит он ярко, да, вот заметно, причем остро, потому что у нас инский огонь, это как гвоздь, это как жало у осы, ядовитый, токсичный чувак, как сказанет что-нибудь, но все равно, что ядовитая змея укусит, ну, и, кстати говоря, здесь у нас как раз и есть эта ядовитая змея, потому что год у него какой? инский огонь на змее, змея в пустоте, фазы тоже мегавысокие, служба светильник, вот смотрите, два столпа, одного сплошного огня финского и янского на высочайших фазах. Этот человек обречен быть знаменитым, известным, заметным, ярким, креативным и очень едким, одержимым и просто неугомонным, и бесконтрольным, обезбашенным. и бесконтрольным. Так, ну, давайте еще глянем, что у нас там за звездочки в столпе года пристроились. Небесный чиновник, благородные правила, опять вознаграждение десяти небесных стволов, все это про богатство, богатство, конечно же, но и получать по шапке будет тоже нехило. Отгребать по полной программе придется. Значит, демон грабежа с грабителем богатства, сами понимаете, да, комбинашка, ой, какая мощная. С одной стороны, он сам может выступать в качестве этого демона грабежа и грабителя богатства и грабить всех вокруг, да, то есть прям гребсти бабло лопатами, экскаваторами, я не знаю, самосвалами и так далее. Но, с другой стороны, и его могут ограбить. Что-то ты не так сказал, слишком ядовитое резкое словцо вкрутил где-то, не подумал мыши, и все, и все, и будут тебя трясти, как грушу. Пока не вытрясут, все, до последней копеечки, пока банкротом не оставят. Вот такая интересная карта здесь, смотрите-ка. Значит так, дальше шапуты оков. Ну, это про, возможно, всевозможные проблемы с законом. Ну, добродетель, удача, небесный доктор, пропустим, одинокий луан. Ну, про одиночество, да, тут сплошное, сплошное одиночество. Ну, тут даже не столько, одиночество, сколько вот этот бешеный эгоцентризм. Вот настолько большое эго, да, вот настолько большое я, ну, и солнце, да, оно же жгучее, никто на твоей орбите, близко, рядом, долго удержаться никогда не сможет. Сгорит, просто-напросто. Вот и приходится одному как-то вот по жизни оставаться. значит, вот что мы с вами узнали о его основной карте Бадзе. Что говорить о тактах удачи? Знаменитым он вообще стал в такте, который начался в 98-м году. Это был такт инской воды на кролике, по-моему, если я не ошибаюсь, и правильной власти. Как я заметила, вот этот сам столб инский в виде воды и кролика будет встречаться у него по жизни несколько раз в каких-то вот важных событиях. Ну, то есть, вот этот дзядзи, инская вода на кролике, для него вот какой-то особенный. Но мы с вами больше будем смотреть на другой такт удачи. Который начался в 2008-м и закончился в 2018-м. И это был такт удачи седьмого убийцы. Янской воды на тигре. Особенно ярким там был 2013-й год, во всех смыслах этого слова, там и плохие, и хорошие были события, но в основном плохие, конечно же. И это год, опять же, инской воды, только уже на змее. Ну, змея мы помним, в пустоте у него. Но я хотела, знаете, на что обратить внимание? На то, что вот этот вот такт удачи, мало того, что содержит в себе седьмого убийцу, что уже само по себе опасно. Ну и жениться, понятное дело, не нужно в таком такте удачи, а он как раз таки женился на кардашьянихе. Ну вот, то, что развод будет неизбежен, тут как бы все очень предсказуемо, прогнозируемо и очевидно. Но я хотела обратить ваше внимание не на это, а на то, что формируется огненное наказание. У него же в карте есть полукомбинация этого огненного наказания. Это обезьяна и змея, плюс еще и лошадь в карте, только козы не хватает и тигра, чтобы тут вообще все заполыхало синим пламенем. Ну, короче, есть у него вот эта самая обезьяна и змея. И вот, когда приходит тигр, о-хо-хо-хо-хо, что происходит, что происходит, один сплошной огнище. А вот, кстати говоря, 15-й год я не посмотрела, что там у него происходило в жизни. И 15-й год это как раз и есть вот это сплошное синее пламя. Потому что 15-й год это год козы. А если еще и собаку добавить, вы прикидываете, да, что творится, что делается-то? Потому что собака вместе с тигром и лошадью это тоже комбинация огня. Вот прикиньте, каким для него должен был быть вот этот вот 2015-й год. Вот надо прям открыть и посмотреть. Это вообще-то инское дерево на козе. И вот какой-нибудь там, я не знаю, месяц октябрь, да, то есть месяц собаки. там вот прям вся карта полыхает. Вот все превращается в огонь. Боже-боже, какой удивительный мужчина. С ума сойти просто. В общем, вот этот такт удачи седьмого убийцы, это вот когда его просто из полым я в огонь, из огня да в полым я кидала. Но я еще одну вещь заметила. Это вот когда огонь встречается с водой. Происходит у человека так называемое короткое замыкание. Я часто наблюдаю на таком коротком замыкании, как у людей просто сгорают предохранители. Люди слетают с катушек, это не то слово. Но давайте посмотрим, вернемся к вот этому такту удачи. Янская вода на тигре. Что сами иероглифы из себя представляют? Янская вода это же у нас король. Это же у нас император. То есть вот тут звездную болезнь поймать, вот раз плюнуть. У нас и сама карта это сплошная звездная болезнь, а тут еще вот эта корона на голове отрастает. И вот человек может стать настоящим императором, ну построить свою империю, грубо выражаясь. Тигр богатый вельможа в доспехах требующий к себе уважения и поклонения. Естественно этот мужчина будет требовать всеобщего признания и подчинения абсолютного. Вот то, что он сказал, это истина в последней инстанции. Вообще-то на секундочку. Вот. То есть у нас вот понимаете, да, мания величия здесь просто такая, что не передать словами. но этим же человек себе и вредит, потому что седьмой убийца нападает на господина дня. Фазы здесь рождения болезни опять же. И давайте смотреть, что по звездочкам здесь вышло. Звезда счастья, читальный зал. да, крышу будет сносить от счастья, само собой. Вы понимаете, да, когда у нас такая огненная карта, что такое счастье? это вот эта эйфория. Ну, здоровые люди не поймут, биполярники поймут сразу, о чём я, что такое эйфория. Ну, тут вот буквально человек звезду поймал, вообразил себя богом. Да, он здесь реально бог, не меньше, не больше. Дальше, читальный зал. Это то, что вот человек очень учится, да, вот что-то новое опознаёт, он же там пошёл в Фэнди работать обычным стажёром, учиться в моде, чтобы кроссовки свои сочинять. Дальше, мы видим демон красной красоты, ну, красный костюмчик с золотыми цепями, вы поняли, да, такой же красный демон, как и другой биполярник, которого мы рассматривали, там тоже в красном костюмчике отжигал парнишка. Значит, демон красной красоты нам ещё даёт всякие иллюзии, это мастер иллюзий, ну, или сам в иллюзиях, ну, вот вплоть до галюнов дело может доходить при его диагнозе. почтовая 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 лошадь это вот концерты, туры, чёсы, по странам, по городам, по весам, катаемся, значит, да, машины, тачки, вот это всё, демон грабежа, опять же, здесь же, потому что всего мало, надо больше, ну, опять же, можно и потерять очень много, шапут и оков, туда же про незаконные какие-то вещи, добродетель, удач пропустим, разрушитель, ну, тут понятно, здесь разрушитель у нас стоит, потому что у нас тигр со змеёй, ну, вот совсем не хотят дружить, да, вот не дружат они от слова совсем, бойня, ну, тут я помолчу насчёт бойни, и опять же, одинокий луань, 10 духов таланта, ну, талантливый парень однозначно, да, тут вообще сомнений никаких в его талантах, он гениален, само собой, но вот эта бойня может тут, конечно, очень много ему порушить в жизни, 13-й год, там отметился он какими-то скандалами, и плюс он, по-моему, завёл роман с Кардашьян, а на следующий год, год лошади женился на ней, но вот этот 13-й год меня интересовал больше с точки зрения вот этих скандалов, в которые он там регулярно попадал, тут у нас и небесный чиновник, и благородный правил, то есть он будет нарушать вот эти все правила, судя по всему, вознаграждение получит обязательно, будет за хорошее получать прибыль, за плохое убытки накажут однозначно какими-то штрафами и конселингом, так, демон грабежа, опять же, Шапут и Оков, тут же, добродетель удачи, ну, фартовый он, конечно, небесный доктор, пропустим небесного доктора пока что, ну, у него, может быть, есть какие-то таланты в области медицины, но давайте не будем этой темы касаться сейчас в его случае, но небесный доктор еще может указывать на то, что ему придется вот по жизни как-то с докторами иметь дело, с врачами сталкиваться, причем, ну, не в хорошем смысле слова, лечить его будут, да, может быть, иногда даже принудительно, ну, опять же, бойня, благородный дня и ошибка иньян, ну, вот, ошибка иньян, блин, там у демон красной красоты толкает тебя не в те объятия, плюс еще эта ошибка иньян, выбираешь не ту женщину, ну, и, собственно говоря, все, вот, исход, я думаю, предсказуем однозначно, который мы, собственно говоря, и увидели, в каком там, двадцать первом году они развелись, да, с Хим Кардашьян, по-моему, да, ну, давайте еще глянем его нынешний такт удачи, следующие такты я смотреть не буду, что-то не, не очень хочется, я подустала, значит, что мы здесь имеем, с восемнадцатого года он вступил в такт, в такт удачи, прямое богатство, стабильные деньги, приходит с одной стороны жена, и он снова женится, то есть он разводится и снова женится, так, в двадцать третьем году он женился, и вот опять, да, двадцать третий год, иньская вода на кролике, но мне здесь более интересен, конечно же, именно такт, какой, то, что это прямое богатство, это отлично, это хорошо, это замечательно, но мы видим, что это прямое богатство, синь, и сидит оно на быке, фазы, конечно, низкие, но сам столб, это же столб золотого быка, как я говорю, да, вот синь вэй, это у нас золотое руно, а синь чоу, это у нас золотой бык, ну, в общем-то, такт неплохой для того, чтобы опять срубить бабла, и опять заработать много денег, но другое дело, что фазы низкие, может быть, это, конечно, уже не будут миллиарды, но миллионы могут быть вполне, и тут вообще очень интересно, то, что в этом такте, к нему может прийти много металла, металл для его карты, это деньги и женщины, по идее, он все-таки должен опять разбогатеть, потому что огня-то у него очень много, и вот этот огонь вполне способен переплавить весь этот металл в золото, посмотри, мне самой прям интересно, получится ли у него это, искренне ему желаю, потому что чувак реально талантливый, голову немножко подлечить, конечно, не мешало бы, но я думаю, что с такой-то картой, боже мой, никакие таблетки не помогут, никакие врачи с этим не справятся, так, ну давайте на звездочке еще глянем, что там, благородный госпечати, ну тут, да, может получать какие-то лицензии, да, вот он может в принципе, в принципе вообще нифига не делать и получать стабильный доход от продажи своих там, тех же самых дисков, мерча там и прочих всех вот этих моментов, забыла, как это называется у артистов, ну я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, а еще эта звездочка может отдать, ну какие-то публикации журналистов, статьи, упоминания в средствах массовой информации и так далее, дальше мы видим, здесь благородный небесной кухни приходит, о, я думаю, что если этот чувак захочет уйти в кулинарию, ну там открывать ресторан и все такое, боже-боже, звезды Мишлена собирать, у него и это получится, также мы здесь видим хранилище, то есть смотрите, прямое богатство, с кучей денег пришло из хранилища, не, этот чувак должен быть богатым человеком, прям обязан быть, прям-прям очень сильно обязан, тут по-другому никак, цветущий балдахин опять же про одиночество, про его вот это вот, может быть про уединение какое-то, вот ему нужны периоды, когда он куда-нибудь заедет, где его никто не будет трогать, и он там будет что-то творить и вытворять, и потом такой хопа, и опять значит на сцену будет с ноги выходить, ну, вполне вероятно, так и небесная радость еще здесь, ну то, что он там аллилуйя, аллилуйя, я сейчас начал петь, да, ну вот, это небесная радость и вот это вот счастье, ну, собственно говоря, наверное, все, что я хотела про него рассказать, ну, давайте на вот этот 23 год еще глянем быстренько, вообще вот этот 23 год, правильная власть, ну, понятно, да, что мужчина женился на правильной власти, ну, может быть, и хорошо, что именно в такой год он это сделал, но мы помним, про звезду банкротства в его дворце брака, жениться бы ему вообще я не советовала, тем более здесь еще стоит этот демон красной красоты, это опять же мы не в те объятия упали, не того человека выбрали, а вот этот сам Столпинская вода на кролике, это же один сплошной секс, ну, тут понятно с демоном красной красоты, на что повелся, на один сплошной секс, ничего другого его не интересует, что душа, о чем вы, какая душа, главное, что, жопа и сиськи, все, так, здесь еще у нас небесный персик, купание, ну, все, вы поняли, да, еще и фаза купания, ой, боже, боже, ну, вот эти скандалы с его этой новой женой, где им запретили в Италии на лодках кататься, потому что они там, понятно, чем занимались, в публичных местах, тут все очень очевидно, ну, по-другому быть не могло, знаете, что мне сейчас вот напомнило, то, чем мы с вами занимаемся, фильм «Матрица», да, когда оператор сидит за компьютером, смотрит на вот эти бегущие иероглифы, сверху вниз, и такой видит, что, а, а вот тут, значит, пошла женщина в красном платье, а вот тут, значит, они там, кунг-фу, изучают, а там вот это пошло, а тут вот так вот, и все это видят в этих иероглифах, так и мы с вами, да, а вот тут он женился, и там они, как кролики сексом, просто занимались без устали, ну, прям как бешеные какие-то, ну, вот, пожалуйста, вот так оно и было, собственно. так, значит, у нас здесь еще повешенный дух дракона, небесная собака, звезда бедствий, ну, все, погнали, да, все плохо, шесть зол, ну, и там он же, значит, наговорил всякого разного, антисемитские какие-то заявления стал делать, потом еще, что-то там, свастики какие-то лепить вместе с Давидовой звездой, и плюс еще там что-то оправдывать Гитлера начал, да, что, дескать, правильно делал, все в таком духе, ну, в общем, он попал, судя по всему, под очень большое влияние конспирологов, вот их наслушался и понеслась, еще он там что-то пришел, по-моему, в какой-то одежде с надписью White Lives Matter, ну, как бы наперекор Black Lives Matter, ну, то есть, понятно, да, что если черные жизни имеют значение, а что, белые хуже, что ли, что за, опять же, такой расизм обратный пошел, он как бы выступил против этого, ну, и получил по шапке, разумеется, за все эти его выходки, потерял кучу денег, расторгли с ним кучу контрактов, да, вот вам и язык, как помело, да, без контроля, так, ну, там еще есть благородные дня и благородное счастье, ну, короче, Канью везде отменяют, никто с ним не хочет сотрудничать, творит страшную дичь, и счастлив просто, как никто, вот только он на это и способен, вот такой вот интересный человек, как вам, вот эта карта, я сейчас вот нажму на кнопку стоп и просто выдохну, потому что я сама прямо от этой карты утомилась, если честно, а представьте, вот такой человек рядом, 24 на 7, блин, точно с ума сойти можно, все, ребята, закругляюсь, до свидания, всем удачи, пишите комментарии, и ставьте лайки, не забывайте, встретимся с вами в следующем видосике, пока!